НИТФО СПИД Новая, 21-я часть, выходит 3-го ноября. Называется она просто «НИТФО СПИД», без номеров и подзаголовков, и обещает стать масштабным перезапуском. Скоро мы сможем оценить ее вклад, а пока давайте окинем взглядом ключевые вехи истории серии. НИТФО СПИД НИТФО СПИД появилась на свет 10 сентября 1994 года на консоли 3DO, а чуть позже почтила своим присутствием и ПК. Сейчас в это сложно поверить, но начинала серия именно как симулятор. Машины в NFS вели себя предельно реалистично для того времени, а детализация трасс поражала воображение. На тот момент о лучшей графике нельзя было и мечтать. Яркие краски и сверкающие автомобили притягивали взгляды даже тех, кто был очень далек от гоночной тематики. Уже в этой части появились спринты и игра в догонялки с полицией. А каждый автомобиль сопровождался подробным описанием и кинематографичным роликом. И хотя машин было 9, про каждую можно было узнать все-все-все. В первую NFS играли много и долго. Она сразу покорила игроков и оставила неудел главную гонку того времени – тест-драйв. Вторая Need for Speed такого фурора уже не произвела. И воспринималась скорее как дополненная и улучшенная версия первой. Гонки стали исключительно кольцевыми, но зато машин было больше. А для владельцев графических ускорителей появились всякие интересные эффекты. Например, мухи, разбивающееся лобовое стекло и затрудняющая видимость. Правда, такая роскошь, как мощная видеокарта в те времена была доступна очень немногим. Зато 1998 год стал для серии поистине знаковым. Вышла Need for Speed Hot Pursuit. В ней развили режим преследования из первой части и заложили основы стиля и механик, на которые серия будет опираться и далее. Охота полиции за игроком, возможность самому выступить в роли стража порядка, саундтрек, удачно оттеняющий игровой процесс, удобная аркадная физика, заезды по осенним лесам с усеянной листьями дорогой, в конце концов. Все это впервые появилось именно в HP. Для следующей части Need for Speed High Stakes разработчики активно заимствовали идеи из гран-туризма. Увы, в попытке сделать физику реалистичной они многое испортили. Ни режим карьеры, ни появившаяся модель повреждений, ни трехмерные кабины не воодушевляли. Пропала радость от самих заездов. Именно тогда игроки впервые заподозрили, что над серией висит проклятие четных частей. Потрясающие Need for Speed появлялись строго через одну, а каждая вторая часть серии в чем-то, да, разочаровывала. Прошло еще время. Когда вышла гран-туризма 3, многие удивлялись, куда из нее пропали все автомобили Porsche. Оказалось, что они переехали в новенькую Need for Speed Porsche Unleashed. Именно с этой части начались долгие отношения разработчиков с Porsche. Сделав отличный подарок 50-летию автоконцерна, создатели Need for Speed получили карт-бланш на использование лицензии. С тех пор мало кому из конкурентов удавалось получить разрешение даже на несколько автомобилей Porsche для своей игры. Porsche Unleashed стала чуть ли не лучшей игрой про путешествия на дорогущих автомобилях среди красочных пейзажей. Те, кто в нее играл, еще долго пребывали под впечатлением. Но проект, посвященный единственной марке машин, большого коммерческого успеха не снискал и едва не похоронил всю серию. Через год, например, закрыли мультиплеерное ответвление про маслкары Motor City Online. Затем снова четная часть Hot Pursuit 2, оказавшаяся хуже первой. Она повторяла некоторые удачные идеи, но добавляла к ним весьма странные свои. Вроде вертолета, который сбрасывал на игрока взрывающиеся бочки и ракеты. Но главное то, что прибыли хватило, чтобы вернуть серию к жизни. А она тем временем двигалась к очень важной поворотной точке. В начале 2000-х в кинотеатрах гремел форсаж. И тема уличных гонок была у всех на устах. Need for Speed очень удачно отразила это культурное веяние в андеграунд. Ночные улицы, неоновые фонари и подсветка автомобиля, богатый тюнинг и феноменальный саундтрек. Все это попало в точку. Никто не замечал, что сами гонки достаточно монотонны. Атмосфера и баловство с внешним видом машин искупали все. А проблемы с контентом благополучно решили уже через год, во второй части. Андеграунд 2 переносила действия на городские улицы и делала гонки разнообразнее, а тюнинг еще богаче. Где-то тут шутка про проклятие четных частей потеряла актуальность. Успех обеих андеграунд привел к тому, что свои ночные гонки не выпускал только ленивый. В какой-то момент их стало слишком много, и следующая часть НФС переехала в солнечный городок Рокпорт и его осенний пригород. Называлась она Most Wanted. И главный герой там сразу влипал в неприятности, из-за которых терял дорогую машину и начинал долгий путь по завоеванию репутации и восстановлению статуса крутейшего из крутейших. Сцены с живыми актерами и вернувшиеся догонялки с полиции вместе с выжимкой лучших идей серии делали Most Wanted концентрированным отражением 12 лет эволюции НФС. Высшей точкой. Потому что дальше все покатилось под откос. Electronic Arts решили выпускать новую игру каждый год. Безумный темп, который почти невозможно выдержать. Да, последующие Need for Speed были неотвратительны и даже находили чем зацепить. Но NFS Carbon 2006 года удивляла разве что гонками в каньоне и возможностью настраивать детали машины с точностью до миллиметра. В Pro Street 2007 на смену нелегальным заездам зачем-то пришел гоночный фестиваль. А возвращение через год к успешной формуле уличных гонок в Undercover изобиловало самоповторами и наводило на мысль, что лошадей загнали. То же можно было сказать и про новую попытку выйти в онлайн в NFS World. И опять же, не то чтобы с этими играми было все плохо, но огонек, который заставлял с восторгом ждать каждую новую часть, приугас. Сирия не могла двигаться дальше без перемен. Разработку следующей части, Shift, отдали студии Slightly Mad, авторам хардкорного симулятора GTR. Результат с некоторыми оговорками вышел хороший. Идея начисления отдельных очков за чистое и агрессивное вождение сама по себе интересная, но игра словно бы сопротивлялась тому, чтобы называться симулятором. Автомобили по привычке уходили в управляемый занос. Соблюдать правила аккуратного вождения было попросту скучно. Need for Speed снова пустилась на поиски себя. И снова ее спасла Hot Pursuit. За ремейк беспорядкового номера взялась студия Criterion, авторы Burnout. Получилось то, что надо. Классическое преследование проходило только на длинных спринтовых трассах и ощущалось, как в старые добрые времена. Что взорвало умы в 2010 году, так это социальная сеть Autolock. Все снова играли в NFS. А затем играли еще раз, когда приходило уведомление, что друг проехал трассу быстрее. Увы, за взлетом последовало стремительное падение. Подоспевший через полгода Shift 2 Unleashed после громкого возвращения к корням оказался не в том месте и не в то время. Еще через полгода NFS The Run попыталась заново ввести в игру сюжет. Но настолько неудачно, что мечты о сюжетной гонке сами спрятались в дальний ящик. А еще год спустя перезапуск Most Wanted не вызвал ничего, кроме возмущения. Что вы сделали с моей любимой игрой? Эпоха прошлого поколения консолей завершилась для NFS на минорной ноте. Зато в эру нового серия вступила очень уверенно. Need for Speed Rivals объединила лучшие из лучших наработок серии. Она стирала грань между одиночным режимом и мультиплеером, а напряжение от ее бешеного темпа спадало только в гараже. На Rivals пока что заканчивается история NFS. Electronic Arts решили, что увеличение промежутков между новыми частями пойдет серии на пользу и скромно пропустили в прошлом году 20-летний юбилей. Однако новая страница истории вот-вот начнется с любимых многими нелегальных гонок по ночным улицам. До выхода новой Need for Speed остается всего ничего, и мы ее очень-очень ждем. А, боеи.